коллеги всем добрый день приветствуем вас на нашем курсе интерактивная мастерская мы рады видеть уже знакомые нам лица сегодня собственно предложение будет третий вебинар посвященный облачным технологиям в использовании для при обучении поговорим с вами какие есть технологии не только у smart хотя на них мы сегодня сделаем акцент ну и в целом какие есть плюсы и минусы использования обычных сервисов да что они дают педагогу какие есть преимущества мы про определенные тоже достатки какие-то сложные моменты безусловно мы их проговорим ну что ж также вас просили ваше мнение как вы используете веб-ресурсы пока у нас нет ответов ларис напишите слышите ли вы нас и коллеги вот мы видим еще и подключенные напишите пожалуйста в чате что вы нас видите и слышите просто поставьте плюсики потому что все отлично хорошо но тогда если вам не сложно подключитесь пожалуйста к нашей активности да перейдите на сайт hello smart.com и напишите наверняка какие-то вы используете технологии может далеко на самом деле не ходить все вся та наша коммуникация которая идет дистанционная это все можно в том числе считать веб-технологии потому что дистанционное образование оно всегда у нас связано и с трансляцией и с коммуникацией с хранением информации да наверняка что-то вы используете в вашем периодическом процессе скажем так подключение у нас традиционно да то же самое на сайт hello smart можно вам перейти давайте мы еще раз для четкости ссылочку пришлем вам в чат ну и мы вас попросим не отключаться от данного сервиса поскольку в течение всего нашего сегодняшнего вебинара он нам понадобится и мы его будем активно использовать да то есть просто оставляйте вкладку открытой это кстати одно из больших очень удобств у смарт что не нужно каждый раз в частной когда переключаться между активностями они могут просто оставаться на одной страничке и педагог когда он считает нужным открывает новую активность она автоматически появляется у учеников на планшетах, телефонах и НДПК ну что ж надо посмотреть может быть уже все таки кто-то уже накопится отлично у нас появились разные комментарии так google drive видим то есть для использования облачного хранения но это кстати одна из очень распространенных режимов и инструментов для использования то есть сейчас когда вообще говорят про облачные технологии это вот такое хранилище где хранятся данные в целом google предлагает большое количество инструментов в том числе для одновременного редактирования документов что очень удобно поэтому да и главное что там есть и для решения для класса да бесплатные google suite education дальше что у нас google drive учи.ru отлично сервис для изучения математики кхуд для проведения тестирования да мы о нем на прошлом нашем вебинаре в том числе говорили угу отлично спасибо в целом кстати вот эта вся система голосования которая называется кричи один из шаблонов смарт-клабов ну вот дистанционного обучения очень много используем и я думаю что это можно не только использовать в дистанционном обучении но и просто какой-то сеанс введения такой брендшторган да да когда мы просто на какие-то различные идеи вам не нужно их вручную записывать а вы их можете зафиксировать на панели вот чтобы опять же все участники видели те мысли те идеи которые вы рождаете скрайлинг да отлично но и в целом все дистанционное образование я лично сам тоже проходил несколько курсов по технологиям здесь конечно всегда есть некоторый минус в том что меньше коммуникации становятся с учениками но все равно если поддерживать интерактив и периодически связываться с той стороной кто вас слушает да то соответственно вы эту коммуникацию можете восстановить и тогда нет но самое главное что все эти ресурсы можно использовать не только в дистанционном формате но и в очном формате например на самом уроке предложить детям найти необходимые документы в google drive например задания для там какого-то следующего занятия или использовать интерактивные игры учебу на уроке на тематической неделе например где дети могут не только дома проходить но и в школе минуту развлечений и обучения придумать ну и тот же опрос и кахут это вообще становится модным использовать опросы в течение урока и с помощью мобильных устройств гораздо проще их организовать а главное посчитать обратную связь да да мне кажется еще и просто быть на одном языке с современными учениками потому что они да тут не всегда как пойдет ну хорошо мы надеемся что у вас получится с ними быть на одном языке итак мы назвали наш вебинар школа в облаках потому что мы говорим про веб-сервисы ну и давайте традиционно мы пишем некий план нашего вебинара что мы сегодня вам расскажем вначале конечно мы поговорим в целом про обученные технологии и такое направление как смешанное обучение что это такое какие есть элементы да у него и что можно внедрить непосредственно ваш учебный процесс причем не радикально перестраивая ваш ваш урок да но какие-то элементы некоторые вставлять тогда обучение станет более динамичным и интересным мы познакомимся с сервисом смарт для мсют онлайн более подробно на прошлом вебинаре мы буквально вкратце вкратце описали основные возможности сегодня мы поговорим более подробно ну и в конце мы расскажем как можно преобразовывать уже имеющиеся материалы которые у вас есть в формате PowerPoint возможно да наверняка они у вас есть ну напишите в часе поставьте запись если у вас есть какие-то подготовки в PowerPoint я в целом не сомневаюсь что они у вас есть сейчас вообще облачным технологиям много ну считать что на них очень большая некоторая ответственность вообще множество возможностей у них есть безусловно это так но не стоит слишком преувеличивать да эти эти инструменты но тем не менее да в образовательном процессе вот немногие допустим знают что есть целый набор еще различных инструментов бесплатные для обучения Google Suite for Education у компании Microsoft есть очень похожий набор инструментов своими преимуществами соответственно тоже про него не забывайте это не просто ваш даже личный аккаунт который вы просто себе заводите там ставите почту и пользуетесь этими сервисами а это именно для образования ну и узнаете у своего системного администратора в какой в каком сервисе в каком сервисе подключена ваша школа может быть это Google может быть это Microsoft может быть это еще какие-то другие решения например там Яндекс или Рамблер и практически каждая из этих компаний имеет какие-то интересные предложения относительно образовать организации образовательного пространства ну в том числе и там Google Drive и так далее то есть вы можете бесплатно пользоваться с достаточно мощными возможностями разных сервисов и делать свой образователь свой предмет более облачным более интересным для людей да и соответственно здесь за счет того что есть еще и совместная работа это в том числе и проектная деятельность то есть когда ваши ученики одновременно что-то могут редактировать работать с материалами дистанционно в том числе то мне кажется это очень здорово по крайней мере иметь такую возможность и ее стоит попробовать да то есть не нужно от этого открещиваться и говорить что это не для нас это очень сложно попробуйте опять же мы всегда говорим про то что нужно постепенно переходить на какие-то инструменты и если вы добавите хотя бы 1-2 в течение вашего урока это уже значительно изменит восприятие у ваших учеников того материала который вы преподаете ну и давайте мы начнем с такого небольшого вопроса сейчас передаем появится две модели учебного класса и мы с вами поиграем такую игру на виде 10 отличий напишите пожалуйста в чате да какие вы видите отличия между классической системой как бы расстановки класса и уже современной чем они отличаются по вашему я думаю уровнем освещенности да безусловно мне больше вот на самом деле кроме всех этих технологий мне бы спросить цвет вот он уже сразу да отличается вот Артем пишет что рассадка группами рассадка группами отличается отлично да то есть мы организовываем какой-то проектную деятельность командную работу дети могут что-то сделать совместно Светлана пишет что есть несколько интерактивных зон поверхности совершенно верно да у нас появляются интерактивные доски в обычном плане у нас обычная головая доска здесь у нас интерактивные вот Анастасия пишет что отличается цветом согласна синий цвет успокаивающий ну не знаю тебе не нравится нет у меня неоднозначное отношение к ярким цветам ну здесь какая-то еще я думаю культурная тоже терминант разные культуры по-разному воспринимают цвета в том числе еще что-нибудь формы столов формы столов да кстати ну вот смотрите здесь современная такая мебель да она вот именно не стандартной формы а в целом даже если мы говорим про обычный класс то даже обычный даже вот стандартными такими партами можно уже организовать командную работу просто вы поворачиваете друг к другу вот той стороной да когда обычно упираются ноги вот и дети могут уже сидеть у вас в команде ну вы абсолютно правильно нашли некоторое количество отличий для меня вот например самое главное в этих двух изображениях что дети при посадке детей обращена не только к учителю и не столько к учителю как сколько друг другу то есть преимущественно групповая работа я вижу что на втором изображении нижнем существует несколько зон и учебных зон не только интерактивных но если вы обратите внимание я вот вижу здесь видимо это математика литература и еще некоторое количество плакатов там видимо жизнь класса в том числе там какие-то штучки то есть предполагаю что на в этом классе проводится огромное количество разных занятий по разным тематикам и возможно дети вот объединяются и ищут что-то какие-то решения даже может быть и междисциплинарные вот я вижу что есть документы камера на столе и удачный способ транслировать плоды своего творчества на бумаге для всего класса и будет видно даже с последнего места вот а еще вот ну такое наверное самое последнее что мне бросилось в глаза что здесь организовано таким образом что доска учебная дублируется ну два раза по период класса и соответственно каждому ученику где бы он не сидел видно так или иначе что происходит ну как бы на доске потому что в классической системе существует такое понимаете как камчатка где абсолютно не видно по крайней мере не было никогда доска учителя и в основном там можно было как-то самостоятельно изучать да здесь у нас такие острова находятся и каждый и каждый остров обращен к своей зоне к своей доске да и ну безусловно здесь есть компьютеры да то есть это какое-то дистанционное наверное взаимодействие не знаю вывод возможно кого-то мы спрятали на интерактивную доску мы не случайно говорим про две такие разные модели образовательного пространства потому что та которая внизу да более современная она отвечает в том числе и каким-то элементам смешанного обучения здесь есть станции да модель коротация станций например так вот именно она позволяет организовывать именно варианты смешанного обучения с использованием различных технологий и делать совершенно правильно сказала что что дети могли одновременно быть все участники активно учебного процесса и не было бы тех которые сидели сзади и не участвовали ну несмотря на это несмотря на это я думаю что даже если вдруг в вашем классе все еще не такая модная установка и нету достаточного количества техники наверняка уже сейчас вы используете на своих занятиях интерактивные средства интерактивные технологии которые может быть облачные технологии которые упрощают ваше взаимодействие с учениками как очное так и дистанционное и мы вас попросим ответить на один вопрос та страничка которая у вас была открыта попросим я вижу у нас есть новые подключившиеся я думаю что мы еще раз можем включить обложку ну или hello smart смотрите да у нас есть сайт hello smart phone мы вас просим зайти через браузер на набить набрать этот этот сайт ввести этот сайт и на открывшейся странице smart зайти как гость и ввести номер класса ввести идентификатор класса он у нас стоит из 6 цифров 430 480 7 ну и там ссылочка в чате есть в начале чата от УЦ есть ссылка на эту страницу и я прошу еще номер класса тоже туда бросить чтобы можно было закрыть это окошко пока подключаются все пользователи я еще раз дублирую эту ссылку мы видим что у нас подключился Артем на будущее имейте ввиду что всегда когда вы включаете какую-то активность если у вас красненький телефончик то это значит что пучник пока еще не подключен ну и на прошлой нашей встрече мы говорили о технологии пьет то есть принеси свое устройство с собой ну и сейчас мы тоже используем элементы йод именно просим вас включиться через ваше мобильное устройство в общее занятие да то есть конечно эти направления они связаны между собой как бьет облачные технологии но определенные отличия все таки все таки есть хотя бьет всегда связано с облачными технологиями получается так ну что ж я думаю что можно начать давайте мы начнем да перед вами сейчас появится один вопрос и напишите просто ваше мнение это вопрос такое голосование напишите как вы здесь нет правильных и неправильных ответов это опрос ваш ну что ж половина из наших подключившихся ответили на вопрос ну здесь учитываются те кто не подключен в том числе 0% нет тут еще она владимировна подключилась подключилась ну что ж можно пока показать вопрос мы попросили вас ответить на вопрос с какими целями вообще вы используете облачные технологии то есть если до этого мы говорили про инструмент конкретной серверс то здесь именно с какими целями ну давайте посмотрим на наши результаты даты два человека ответил что это совместная работа и раздача материалов необычные необычные обставки да когда мы задумывали этот вопрос мы долго спорили как же силы какая-то как будут расставлены силы и предполагали что чаще всего ну наши слушатели используют для проверки знаний да но оказалось ну надо сказать честно что у нас конечно три человека поэтому это не прям что-то репрезентативно а если если вам не сложно напишите пожалуйста в чате как можно организовать ну какую совместную работу вы имеете ввиду там безумно очень интересно если раздача материалов то да если что-то по конкретнему напишите как конкретно я знаю что в электронном журнале очень даже здорово прикрепить к вкладке домашние задания ссылочку на необходимые материалы таким образом ни родители ни ребенок не потеряют необходимые материалы и им не нужно будет переспрашивать или уточнять где взять тот или иной учебный материал это удобно но пока google drive совместные презентации но может быть тут наши участники думают что совместная работа имеет студию пара то есть хорошо ну что еще общий доступ к материалам пишет Артем одновременная работа с документом отлично на самом деле вот немногие мне кажется используют даже несмотря на то что мы непосредственно каждый день общаемся с различными технологиями по поводу одновременного редактирования то есть таблички по табличке excel мы тоже недавно стали активно применять хотя это уже довольно недавно такая технология давайте давайте мы вам сейчас расскажем немножко про одну книгу она называется шаг школы смешанное обучение хочу советуем с ней ознакомиться ее прочитать написали ее люди которые ну при взаимодействии с педагогами непосредственно имеют опыт работы в школе показаны конкретные примеры использования технологий на уроках то есть минимум воды и максимум вообще содержания то что можно сказать про эту книгу кто хочет по игрокоду тоже можно перейти и посмотреть то есть вот если вам эта тема интересна какие-то базовые вещи для себя узнать по поводу смешанного обучения мы очень советуем эту книгу сейчас таких книг как мне кажется не очень много которые прям захватывают просто переполнены содержание на самом деле можно открывать любые страницы и читать вот ну и также про модели да модели на самом деле смешанного обучения существует довольно много одна из наверное классических о которой чаще всего говорят это модели перевернутого класса не вдаваясь в подробности смысл данного похода потому что ученики слушают некоторый материал да знакомятся с не знаю с какой-то лекцией определенной у себя дома они ее прослушивают например а в классе уже происходит некоторая отработка домашнего задания то есть все наоборот дома мы изучаем новый материал а в классе мы его отрабатываем в этом плане как технологии нам здесь тоже могут помочь это и проведение какого-то тестирования запись видео с выкладыванием на ютуб канал везде роликов очень хорошим примером может служить история учителя физики из Одессы в ютубе его легко найти он снимал целый курс уроков по физике дистанционной а все пошло от того что его ученики в классе в школе в принципе очень часто болели и ему он как бы из некоторой необходимости на самом деле начал это делать не потому что а вот в ютубе я себе ютуб канал буду трансфер все шло от того что ему хотелось общаться с его учениками они очень часто болели и теперь у него там большая популярность специально пишут так что можно чуть-чуть начать это делать На самом деле Ну самое главное что смешанное обучение в принципе оно появилось благодаря тому что появились технологии которые будут обеспечить возможность взаимодействия активных как дистанционно так и в классе улучшить это взаимодействие обогатить взаимодействие и собственно очень много задумок из смешанного обучения моделей смешанного обучения возможно благодаря того что что человечество в шагу вперед и использует новейшие технологии. Например, больше не нужно 50 раз повторять одну и ту же тему всем заболевшим ученикам. Безусловно, в любом случае придется и необходимость будет обновлять их знания, но, по крайней мере, базовую информацию они не пропустят, даже если заболевают. Да, и тут, на самом деле, даже мы можем говорить не только про веб-технологии, любые цифровые технологии, почему на них сейчас делается акцент, потому что даже мы берем обычную интерактивную доску или панель, любые презентации, которые вы делаете, они у вас хранятся, и вам не нужно каждый раз писать классные работы, названия, темы и так далее. Это можно сделать для того, чтобы тренировать мышцы руки, но, в принципе, такой необходимости уже каждый раз нет. Ну что ж, давайте последний вопрос зададим. Какие вообще примеры успешного внедрения, хотя бы какие-то элементы смешанного обучения вы знаете, может это делать и вы, или ваши коллеги. Напишите что-нибудь нам в чате. У вас какой есть опыт у вас, что делаете вы, да, или, возможно, вы это видели где-то на мастер-классах, на семинарах. Какие-то элементы дистанционного тестирования, записи видео, голосования, да, что у нас еще. Организации совместной работы дистанционной. Да, пока пишите ваши комментарии, ваши ответы, да, мы будем вступленно переходить к следующему этапу. Мы вас будем знакомить с сервисом смартфейн-инвесит онлайн. Наверное, для начала лучше нам показать, как мы будем зайти. Вот я могу привести пример смешанного обучения. Я продублирую вопрос, поскольку мы закрыли. Ну, я не так давно училась в школе, это, конечно, дополнительное образование, в смысле в школе английского языка, то есть не в общеобразовательной, а уже курсы для взрослых. И данная школа использует систему смешанного обучения, и, в частности, перевернутый класс достаточно лаконичный и удобный для всех пользователей, для всех обучающихся. Что они делают? Они делают предложение, которое позволяет дома читать темы занятий, проходить упражнения интерактивные, закреплять материал, послушивая и просматривая видео с, ну, там, какими-то разговорами, переговорами, учить новые слова и получать за это некие баллы для того, чтобы можно было попасть на обучение уже очное. То есть слушатели сначала отрабатывают тему дома, и только после того, как они полностью отработали, когда они получили хорошие оценки по данной теме, и когда они полностью сдали эту тему, они могут пойти на настоящее занятие уочное и уже отработают на практике, потому что, конечно, язык это делает сложный, серьезный, и без взаимодействия с другим человеком, без коммуникации практически невозможно, ну, там, работать над произношением, пониманием и так далее. Вот Анастасия пишет, что занимается созданием коллективной работы по презентации. Это как раз то, о чем мы говорили, да, дистанционная совместная работа. Мы на сервисе Smart Learning Institute Online покажем вам тоже различные инструменты, которые позволяют организовывать совместную работу, и я бы даже сказал, гораздо более такую универсальную по, ну, как бы, выводить их в своей сути, то есть если в презентации вопросы делают, да, какие-то слайды, то есть есть даже возможности побольше. Ну, вот еще один у нас есть ответ. Используем ротацию станций, делим класс на зоны и переходим между ними. Например, групповая работа, создание общей презентации в Google Drive. Станция работы с учителем, станция самостоятельного поиска. Здорово. Вот так. Отлично. Ну, и чтобы нам продолжить разговор про смешанное обучение, мы попробуем переместиться в Learning Institute Online, это онлайн-сервис-смарт, где очень удобно и легко можно превратить любую презентацию пассивную, ну, просто обычную презентацию, в интерактивную, интерактивный урок. Ну, для начала, вот, вам уже знакомо, да, как вы заходите, как студенты, как учащиеся, ну, если вы педагог, то переходите к нам по специальной ссылочке. Вначале вам нужно будет зарегистрироваться, так как у нас аккаунт тоже есть, и мы активно пользуемся. Ну, стоит сказать, что регистрация на этом сервисе также бесплатна. Любой желающий, имеющий почту Google или Microsoft, может легко зайти и легко зарегистрироваться по упрощенной схеме на этом сервисе. Вот сейчас... Сейчас почему я зашел в другую аккаунту? Ну, вы же вышли, поэтому он просит зарегистрироваться, короче, у тебя. Да, можно без любого аккаунта. В принципе, да, сейчас. Я буду зарегистрировать. Вот видите, даже если у вас в браузере сохранена регистрация через Google, то для того, чтобы зарегистрировать свою учетную запись, вам надо будет выбрать, в какой именно почте вы используете. Кстати, говоря про обновления, смарт вообще очень активно работает над именно онлайн-версией своего программного обеспечения. Вот сейчас новые... Буквально сегодня состоялась премьера новой версии. С правой стороны вы здесь можете увидеть специальный курс, который они подготовили. Правда, пока что он сделан на английском языке, но, тем не менее, какой-то, например, скринкаст и короткое описание со скриншотами, оно здесь есть. То есть вы уже базовые вещи можете для себя здесь посмотреть. У нас есть руководство пользователя, да, для смарт-ринфиот онлайн, мы с вами им поделимся. Но вот новые различные инструменты, они хорошо описаны здесь. Если же мы вернемся обратно, вот здесь вот с левой стороны уже какая-то большая... Обдавленная кнопка. Кнопка, в которую мы, собственно, и добавляем различные наши активности. Сейчас мы сюда перейдем. Буквально еще пару слов по поводу интерфейса, да. Здесь удобный поисковик, и по вашим урокам, которые вы загружаете, сделан удобная навигация. Когда вы вводите ключевое слово, следственный поиск проходит с партирным названием ваших уроков и оставляет только тем, которые соответствуют вашему ключевому слову. Ну и не забывайте про то, что каждым уроком вы можете поделиться. Но если вы загружаете, то есть специальный кнопочек «Hashar.ly», где вы можете поделиться копией вашего урока. На данный момент в школе очень часто случается так, что необходимо провести замену урока. Бывает, что можно найти какой-то быстрый урок в электронном ресурсе, но если, например, у вас нету такой возможности, то любой учитель может поделиться своей презентацией, своим интерактивным уроком буквально в два клика. И у вас будет полная презентация, полная структура того занятия, которое необходимо провести с детьми. Даже если вы не до конца разбираетесь в предмете, который необходимо провести, по крайней мере, можно с ребятами поговорить на данный слайд и не искать всю ночь необходимые материалы. Можно выкидывать материалы, опросы, найти и иметь, может быть, даже свой общий аккаунт с коллегами, которые дают ваш предмет внутренних, да, и туда загружать просто различные полезные уроки, которые могут в критических иногда ситуациях, что, наверное, нередко бывает, как-то выйти из нее. С достоинством. Ну что ж, давайте попробуем загрузить наш урок. Для этого нужно всего ничего. Для этого нажимаем на флюсик. И здесь у нас появляются различные виды активности. Этого не было раньше. Сейчас мы можем что делать? Загружать сюда файлы PowerPoint, PDF и смарт-ноутбук. То есть если вы создаете какую-то презентацию, загружаете ее сюда, и она у вас появляется вон там. Дальше вы можете загрузить видео из YouTube. Причем здесь близко их на русском языке в том числе можно ввести. Да, да, да. Чего ты? Кто еще не подписался, подписывайтесь на наш канал. Вот также здесь есть, соответственно, выдача наших различных вебинаров, курсов обучения, на которые мы выкладываем. И что-то здесь можно новенькое для себя узнать. Недавно прошла неделя с март, поэтому здесь много всего полезного будет. Ну что, я думаю, да, по этим сервисам дальше еще, наверное, пойдем сюда? Да, ну, смотрите, все очень просто. Самый простой сценарий, это если у вас уже есть готовая презентация, например, в PowerPoint или в PDF, или какой-то раздаточный материал для детей, который нужно будет заполнить, он уже у вас есть, и вам его нужно просто загрузить на данный сервис. Но если вдруг у вас нету пока что никакого материала, вы можете создать интерактивные занятия без использования, ну, какой-то опоры, без использования предыдущей презентации. Просто нажав «Новая страница», откроется белый виск, на нем можно написать название там темы, например, урока, сам урок, и добавлять активности, они соответствуют активностям, смарт-нонбук, лаб. Смарт-лаб, смарт-респонс, да, тестирование или голосование. То есть они даже в онлайн-версии есть несколько бонусов, дополнительных ресурсов, о которых мы поговорим позже. Ну, а сейчас пришло время импортировать нашу заготовочку для сегодняшнего вебинара. Итак, мы выбираем нашу заготовку, школу в влаках, и добавляем ее в нашу облачную библиотеку. Да, ну, требуется некоторое время, пока она у нас загрузится и преобразуется, да, в необходимый формат на данном сервисе. Можно в это время поговорить с вами более и выпить чаще кофе. Ну, собственно, довольно быстро, да, она у нас загружается. У нас есть уже, да, слайды, они абсолютно, ну, то есть они являются обычными картинками, и сейчас мы быстро и легко сделаем нашу презентацию интерактивной за несколько минут. Ну, что первое можно сделать? Первое, что можно сделать, можно добавить сразу после второго слайда на третьем. Нажимаем. Да, нажимаем активность, которая из игр, из игр и активности, к сожалению, пока что все на английском языке, но однако же можно, во-первых, воспользоваться встроенным переводчиком, если вы используете, используете Google, либо по картинкам, или на каждой, в каждой игре можно посмотреть, превью, да, что будет происходить в этой игре. То есть можно по видео понять суть данного урока, даже если вы еще пока не уверены в своем английском. Итак, мы здесь сейчас берем... Кстати, здесь даже есть дополнительные, да, вот инструменты, это карточки для заправдывания, или вот Team Quiz, да, то есть тестирование, которое в школе, в классе, точнее, ребята проходят группами. Не каждый сам за себя рейнен по команде. О, мы еще используем это тестирование. Итак, выбираем заполнение пропусков, и, например, необходимо детям рассказать, ну, или дать какое-то определение. Конечно же, можно его выписать на носке, или можно сделать что-то, ну, придумать какие-то активности, но проще всего сделать его интерактивным. Например, мы вот сейчас быстренько напечатаем про смешанное обучение. Это образовательный подход. Со мной выучим. Совмещающее обучение. с участием учителя, с обучением онлайн и предполагающие элементы самостоятельного контроля. учеником. Времени и места обучения. Далее мы выбираем слова-пропуски, которые нам необходимо вставить в наше определение. Ну, например, это будет образовательный подход. Обычно это какие-то более содержательные и важные слова, да, ваше определение. То есть не просто это, потому что это не имеет особого смысла. здесь, наверное, обучение онлайн, потому что это какое-то новое вводное. Самостоятельный контроль учеником даже можно вводить. Времени и места обучения. Потому что мельчить-то так не надо. Ну, и то есть вот у нас готово заполнение пропусков. Если, например, вы с ребятами проходили какие-то определения до начала этого урока, то здесь можно эти определения повторить. Например, попросить каждого заполнить пропуски, либо вызвать кого-то к доске и заполнить пропуски на доске. Здесь, как вы видите, есть некоторое количество тем, есть игровые темы и есть нейтральная тема, если, например, вам по вашему предмету эти игровые темы не подходят или могут отвлекать ваших учеников. Нажимая «Закончить» у нас готово первое задание. Да, и... Погоди, вот смотри, то есть мы берем самую обычную презентацию и в нее вставляем различные интерактивные библиотеки активности. То есть вы можете из статичного контента сделать динамичным. Да. Идемте дальше. Ну, и понятное дело, что вы можете использовать любую игру. Я вам покажу вот превью, да, вы можете посмотреть, как ваше задание будет выглядеть. Ну, собственно, вот здесь вот там нужно будет поставить... Ну, сейчас мы еще потестируем это. Ну, превью необходимо для того, чтобы убедиться в том, что контент смотрится хорошо. Иногда там, если выбирать слишком длинные фразы или слова, они становятся маленькими, и это бывает неудобно. Еще что можно сделать. Можно превратить обычный лист презентации в интерактивный. Может, попробуйте сами. Нажмите под листом создать активность, и здесь есть два варианта. Либо сделать эту страницу раздаточным материалом для каждого ученика. Это вот верхняя у вас плашечка, да? Когда вот активность она называется, то есть раздаточный обзорел в переводе на русский язык. Либо сделать эту страницу для взаимодействия, пространства для взаимодействия учеников. Ну, в данном случае это пространство не для взаимодействия, а для индивидуальной работы. И вторую страничку по тому же, следующую, по тому же сценарию преобразовать в пространство для совместной работы. Я знаю, что это в Workspace Activity, когда все участники у вас подключаются к тому и тому же слайду и работают с ним. Да, все участники видят друг друга и взаимодействуют друг с другом на одном или нескольких слайдов. И таким образом, да, у нас есть некий набор интерактивных заданий. Ну, в данном случае мы выбрали пропуски. И есть несколько вариантов взаимодействия учеников. Наша презентация готова. Теперь мы нажимаем... Надо совершить редактирование. Да, ну и, конечно, обратите внимание на название, чтобы осуществлять качественный и быстрый поиск. Необходимо, ну, лично моя беда правильно называть... Вообще, называть правильно папки и файлы это очень важно. Когда у вас их много, действительно, когда только заполняешь, это кажется тебе не столько очевидным, а столько важным. А впоследствии, когда тебе нужно быстро найти какой-то файл, оказывается, что потом на это будешь тратить очень много времени и лучше об этом заранее позаботиться. Так. Ну что, воспроизводим, да? Да, начнёт. Итак, у нас загружается урок. Мы сейчас вас попросим, уважаемые коллеги, перейти, можно открыть всех учеников, по нашей ссылочке зайти в занятие, вы увидите, что несмотря на то, что мы свернули смарт-ноутбук, открыли пространство учебное или у нас уже другой урок. То же самое, 4,4,4,7. У вас автоматически переключилось занятие с одного на другой урок. Это очень удобно, особенно, если необходимо сначала показать одного источника, потом открыть другой источник, ну и так далее. Да, напоминать не будем, да, ещё раз просто оставайтесь на той же самой страничке, которая у вас была открыта, если нет, то заново её, соответственно, откройте. Ну что ж, когда вы, все ученики подключились, вы можете открыть панель с учениками, в данном случае у нас 4 человека подключилось к нашей активности, и вы видите все их имена, всех учеников, ну и здесь может быть разговор про то, как человек сам презентует себя. Безусловно, скорее всего, на первых порах необходимо будет объяснить детям то, как они будут, как они будут, называть, как они будут отображаться, ну и всегда можно подредактировать список учеников, если вдруг один из учеников назвал себя неверным, неконятно. Да, ну и лучше, наверное, чтобы было удобнее, просто пишите фамилию и имя. каждый ученик. запишем меньше совпадение, что раз здесь есть поле для их собственного внутреннего контроля, сам контроль, и возможность их самих следить за тем, чтобы они правильно отображались. вы видите здесь два таких модуля, это управление учителем и управление обучающимся. В данном случае стоит управление учителем, и если стоит управление учителем, то ученики не могут переключаться между страницами презентации, а видят только ту страницу, которая сейчас демонстрируется на экране или открыта с помощью учительского компьютера. Это очень удобно, ученики концентрируют свое внимание на одной и той же информации, которая сейчас разбирается и не могут переключаться между разными вариантами. Ну и плюс есть, если ученики используют например оборудование школы, то в оборудовании школы, например, в планшетах можно поставить ограничение использования только одного приложения, например, то есть у них просто будет открыта страница и то, куда вы будете переключаться, все это будет появляться у учеников. Ну и сам ученик не сможет переключаться, если это необходимо. А если вы переключаетесь уже в режим студент или управлении самих учащихся, например, вы уверены в том, что они более-менее неплохо знают материалов? Вы открыли задание для самостоятельного изучения, и каждый ученик делает работу в своем темпе, открывая страницу за страницей. Ну, сейчас, пока мы подключим. Пока мы вам не даем свободу. Да. И давайте начнем наше занятие. Ну что ж, вы помните, вторым свадьбом у нас было определение, где мы еще раз повторяем, что такое смешное обучение, как оно может быть. Итак, смешанное обучение это образовательный подход. Каждый из вас может сейчас в своем гаджете попробовать самостоятельно заполнить пропуски. Если вы все поля заполните верно, то система вам покажет, что вы избрали задание на отлично. Если какой-то вы используете, попробуете, например, добавить куда-то не сюда, ну, например, вот так, разместить, то можно будет проверить ответы и система скажет, что именно не так было. То есть, может быть, каждый ученик сначала расставляет все элементы и только после этого получает обратную связь. Это очень удобно. После того, как мы закончили задание, мы можем приходить к следующему. Я надеюсь, сейчас я посмотрю, все уже закончили. Я думаю, что каждый из вас может позже пройти и попробовать. Я буду проверять, что нашел разъявиться. Еще один вариант использования. Как вы понимаете, вы сейчас в своих листах можете попробовать предположить о том, в какой последовательности появляются уровни использования технологий. У нас есть четыре варианта. Подмена накопления, преобразование и модификация. Пожалуйста, предположите, можете в своих листочках отметить для себя свою последовательность и мы попросим вас написать в чат. Как вы думаете, что, какой уровень за каким идут, начиная от самого простого, самого простого и, Саша, некоторые даже ложные, так сказать. Нет, Ложные, но некоторые это и так, то есть, еще раз, по-простому объясню. Есть современные технологии, которые не сразу внедряются в полноценный образовательный процесс. Можно его постепенно, то есть, какое-то некоторое подмена, допустим, происходит, я уже маленькую подсказочку бы сказал, ну и так далее. То есть, какая-то есть цепь вот этих вот этапов. Вот, смотрите, пишут нам слушатели, что не дают писать на слайде, чтобы написать на слайде, вам необходимо выбрать инструмент перо, оно находится в гуку, на телефоне нет. Отлично. Ну вот, мы в режиме реального времени и попробуем это сделать. Сейчас у вас постепенно должна появиться панель инструментов с левой стороны. Где есть, например, маркер. Да, и отметим также, что у вас здесь отмечены все участники, которые подключены к активности, и более того, когда вы потом нажмете, что вы уже сделали, да, ваш активный, здесь будет отметка по выполнению. У вас плана может сделать. Надеем возможность Ирине Юрьевне и Сергею. Сергей это я. Отметим также следующее, что у вас есть учительский слайд, да, на котором вы можете сделать какое-то пояснение, да, какой-то момент комментарий, дополнительно пояснить саму задачу. И также перейти между участниками, посмотреть, что произошло у них в их раздаточном нацелении. То есть, вот мы видим активность, заполнили. Ну, давайте здесь еще заполнившие. не забывайте верхнем правом углу после того, как вы написали свои варианты, есть слово дан, закончить, при нажатии этой кнопки, спасибо большое, Ирина Юрьевна, при нажатии этой кнопки ваш результат считается сделанным, и он появляется в глазах и учителей. Как вы можете сейчас видеть, что сразу результаты всех учеников не показываются, что удобно, а уже когда видно, что практически все и все учительники справились, то учитель может открыть, например, свой лист, либо открыть лист какого-то ученика и на примере рассказать или попросить например одного из учеников подойти к тоске и пронумеровать, ну и что-то выполнить, какое-то задание. Сейчас подождем пока еще Артем у нас недавно приезжился. Ну что ж. Открываем карты, что называется. Да, пора открыть карты. Ну что ж, как мы подсмотрели немного у нашего участника Светланы, абсолютно верно, первым пунктом была отмечена подмена. Подмена это замещение компьютерных компьютерными технологиями стандартных привычных форм преподавания. Ну то есть, например, у вас была маркерная доска или меловая доска, вы на ней всегда писали, вам поставили интерактивную доску, и вы начали писать на ней так же, как и на маркерной, используя стилус. В принципе, создается ощущение, что вы владеете новыми технологиями, используете, но по факту произошла подмена одного способа другим. И ничего не произошло. Мне кажется, уже даже это хорошо. Конечно. Совершая первые шаги по направлению к новым технологиям, конечно, лучше всего сначала накопить опыт взаимодействия с этими технологиями и по началу, по крайней мере, попробовать подменить одну технологию к другой, для того, чтобы напить руку, потренироваться использованию включения, выключения и основных функций этой доски. Следующий этап это накопление. когда компьютерные технологии используют для того, чтобы как общий инструмент для выполнения тех или иных задач. Ну, например, ученики используют Google-форму или, например, совместную презентацию для того, чтобы делать какие-то презентации. То есть появляется какая-то дополнительная выгода, например, в сохранении бумаги или, например, в уменьшении количества ответов или бумажек или черновиков, а там создание какого-то общего пространства сокращает и делает более выгодным то или иное. Например, сокращение времени на проверку знаний учеников. информации, сокращение ресурсов и экономия времени на создание нового нового. Да, и уже следующим этапом является модификация. То есть преобразование самый сложный. Это уже первый шаг навстречу традиционной ухода от традиционной к новой системе преподавания, когда вы уже используете компьютерную технику для выполнения общих задач класса и изменяете эти задачи класса под придумываете новые какие-то модифицируете традиционные способы для того, чтобы решить их по-новому. Например, если раньше все делали задания на одном листочке, то сейчас задания можно ученикам совместно дать. Например, создание какого-то проекта или это будет какого-то форма или это будет какое-то общее пространство, которое они будут изменять. Мне кажется, это очень важно. Часто говорят про смешанное обучение, что мы занимаемся современной технологии, когда мы просто с компьютера или с доски транслируем слайды на мобильное расстройство участников. Они просто дублируются. вот это неполноценное смешанное обучение. Мы берем обычную технологию и просто дублируем это изображение на гаджеты. В случае как раз модификации, когда вы существенно меняете смысл. нет, например, это такая надстройка. То есть учитель открывает обычную презентацию. Ему надо эту презентацию отправить своим ученикам. Ну, например, пропало занятие и необходимо каким-то образом компенсировать эту пропажу, по крайней мере, чтобы ученики почитали в качестве домашнего задания, что должно было быть на уроке. Но если ученики получат презентацию, а обычная презентация это опорный конспект урока, то, скорее всего, они, ну, лишь частично догадаются, о чем шла речь. Поэтому неплохо бы было записать поверх этой презентации аудиосопровождение. То есть вроде бы, используя компьютерную технологию, мы не изменяем суть метода, ну, то есть не изменяем концепцию, это все та же презентация, но мы немножечко улучшаем для того, чтобы помочь нашим ученикам получить качественную информацию полную. ну и четвертая, четвертый этап это преобразование. На этом этапе появляются новые задачи, когда не просто мы преобразуем традиционные методы обучения, изобретаем, придумываем новые методы обучения для того, которые способствуют, развити которых способствуют собственно внедрение технологий, например, такие, как в том числе и смешанное обучение. То есть без технологии смешанное обучение возможно бы было, но проводилось бы не так эффективно. Конечно, когда можно устроить, например, совместное пространство в одной из моделей и сделать какую-то интерактивную площадку, где каждый ребенок может в том числе и привнести свой вклад в общее дело и все ученики совместно делают, это безумно на самом деле сложно, мы сейчас все вместе попробуем тоже создать небольшой проект, но и это умение договориться, умение распределить воли, умение найти качественную информацию и так далее. Мне кажется, ты очень правильно говоришь, и то, чему, мне кажется, мало удаляет внимание, говоря про технологии, что это же не просто мы, современные люди, нам нужно их использовать, а это в том числе формирование какой-то ответственности у учащихся. Понятно, что не всегда это возможно, но тем не менее постепенно прививать то, что ученик ответственный за свой результат, который получаешь сам может искать какую-то информацию, а не просто ее пассивно воспринимать. Мне кажется, технологии, они в том числе и про это, про то, как человек личности должен в том числе изменяться, или по крайней мере его к этому постепенно подводить к такому мировосприятию. мировосприятию. Так, мировосприятию. ну что ж, ну и мы уже говорили о смешанном обучении, очень-очень коротко расскажем о моделях смешанного обучения, которые можно уже сейчас использовать в вашем обычном занятии, в вашем обычном уроке. это такие модели, как перевернутый класс, о котором мы уже сегодня говорили, когда классная работа становится домашней, домашней, и дети отрабатывают, ну изучают материал дома, а отрабатывают этот материал уже в ходе практических заданий на уроке. Есть ротация станций, собственно, вот я помню, что Светлана, по-моему, как раз упоминала о том, что они используют, она использует ротацию станций на своих занятиях, когда ученики разбиваются на мини-группы, одна группа делает проект, вторая взаимодействие с учителем, узнает у учитель какой-то дополнительный материал по данному проекту, третья может искать материалы, например, есть зоны с компьютерами, можно найти материалы в интернете или в каких-то энциклопедиях, а четвертая группа ищет возможность, например, оформить результат или это будет проект, может быть, какая-то зона создания, то есть, может быть, это, например, нужно будет сделать своими руками какую-то модель, если это какие-то естественные научные предметы или еще что-то, и каждые, например, каждые 5-10 минут дети меняются станциями, переходят, и таким образом у них проходит полный цикл, то есть, они получают информацию, эту информацию дополняют тем, что они нашли в энциклопедиях, далее делают проект, и к четвертому пункту уже, ну, к четвертой станции уже получают огромное количество данных, которые совместно, быстренько собирают в единую какую-то концепцию. Мне кажется, что-то еще решает следующую проблему, вот то, что мы тоже обсуждали, в классической системе расстановки класса, всегда есть так называемая Камчатка, люди, которые обычно туда садятся, чтобы их где-то битровал, и, конечно, педагог может кого-то вызвать, но все равно, чисто психологически, когда ты сидишь далеко от педагога, тебе проще ничего не делать. Соответственно, когда мы говорим про ротацию станции, про ротацию лабораторий, это максимальное включение каждого участника в обучение, да, и когда, тем более, они меняют свое место в классе, это тоже, на самом деле, меняет такой мир восприятия, мне кажется, в целом, потому что вы даже можете к себе это заметить, если вы будете сидеть в сочинении в разных местах, вы будете как-то по-другому воспринимать окружение, чем когда вы просите на одном и том же месте. В этом плане у нас, кстати, работа очень классная, мы все время перемещаемся у нас. Ротация станции. у нас происходит полный ход. Ну, а ротация лабораторий, когда ученики, например, что-то изучают в классе традиционно, материал, и после приходят в некую лабораторию, или там, например, компьютерный класс, или, может быть, выходят на улицу, на экскурсию, и проводят занятия для закрепления знаний и навыков по данной теме. Сейчас, на самом деле, очень часто я замечала, что практикуется, например, недели знаний, научные недели, или недели английского языка, или недели литературы, когда все дети отрабатывают практически знания, ну, в разных, там, в рейн-ринге, еще что-то, в лабораториях, там, языка, отрабатывают конкретные темы, которые они проходили только недавно в учебном семестре. Ну, и, конечно, существует гейм-кан-модель, которая объединяет все предыдущие модели в единое, и такая возможность комбинировать, смешивать разные подходы, разные модели в одном едином пространстве в зависимости от учебных целей и задач. Первостепенно это цели и задачи вашего предмета, из которых уже происходит выбор. Я думаю, что последняя модель, она, конечно, уже больше относится к таким подготовленным ученикам и педагогам, то есть, если с чего-то начинать, то лучше, конечно, наверное, с треверного класса или кататься из станции, да, то, что более-менее можно, ну, как бы, имеющимися ресурсами, инструментами это сделать, ну, и вам нужно себя сильно обтекально менять, и то же самое с учениками, да, все нужно сделать постепенно, особенно такие серьезные изменения по всем процессе обучения нужно начинать постепенно, почему, собственно, и вас и призываем постепенно внедрять технологии в наше обучение. Ну, и сейчас мы предложим вам еще одно небольшое интерактивное задание. Предлагаем вам небольшой раздаточный материал, в котором вы можете попробовать можно открыть, ответить на вопрос, который попрактиковался условно, в нашем небольшом шуточном тесте. В данном ребусе загадан город. Я попрошу каждого из вас предложить вариант, что же зашифровано в этом ребусе. Меродатичный материал у вас сейчас появляется на планшетах, на компьютерах, где вы включены. Что это может быть? Понятное дело, что ребус это шубочное задание. Что может быть вместо ребуса? Это может быть, например, какой-то пример или задание отрывок из произведения, где нужно подчеркнуть, например, слова или выбрать значимые места. То есть, как вы понимаете, поскольку у вас в вашем распоряжении есть такие инструменты, как текст, чернил и ластик, даже добавление фото, о котором мы расскажем чуть позже, то можно придумать совершенно различные задания для того, чтобы каждый ученик их мог сделать самостоятельно, и дальше вы могли проверить. Например, вот Светлана у нас уже готова. Ой, тут прям серьезно, еще есть картиночки. Да, действительно, это город Волгоград. Сейчас, вот вы можете, можем, после того, как ученик написал, что он сделал, он уже не может вносить изменения, и мы можем посмотреть степень правильности. Он может вносить, то есть, вы смотрите, когда вы, например, написали данный, данный, что подтвердили, но вы можете всегда продолжить редактирование, еще раз нажмите Edit, то есть, редактирование Edi, точно так же. Галочку, астоп появится, он может у вас попасть. Волгоград, отлично. Тут не важно, в принципе, достаточно просто догадаться, что за город зашифрован, важно попробовать все возможные инструменты для взаимодействия. Так, ну здорово, что ж, я, да, опять же, можно сначала попросить всех заполнить, посмотреть варианты, или пригласить кого-то к доске, кто уже справился, да, показать решение, например. Или вот часто, я вот помню, как пример, в школе пишут дети там диктанты, да, и потом, в конце уже, через там урок, там, или на следующий урок, какие были основные ошибки, и все это обычно произносится вслух, то есть ты визуально это не запоминаешь. А если бы какие-то такие кусочки были бы, можно было бы посмотреть, какие были ошибки, как сделать правильно, как, допустим, в данной технологии, то я вот уверен, запоминание было бы гораздо лучше, потому что мы во многом визуально воспринимаем текст и ощущаем его вот ими таким способом. И еще у нас есть одно задание, да, если мы до этого мы пробовали каждый индивидуально записывать или заполнять, выполнять задание, то здесь есть режим Workspace, то есть совместного пространства, где можно выполнять какое-то задание вместе. Ну, например, если мы там говорим по физике, например, собрать схему. Или, например, можно в качестве мозгового штурма использовать, да, например, набросать там в группах, набросать несколько вариантов решения той или иной задачи. Ну, и когда мы выбираем данную активность и нажимаем начать, то программа предлагает нам выбрать, насколько групп разделить тем подключившихся людей, которые уже сейчас есть. После того, как мы выберем группы и программа распределит этих людей, новым уже подключиться будет невозможно. Да. Но можно не только разделять детей по группам, но и создать такой совместный общий лист. Для чего это может пригодиться? Например, собрать быструю связь или, например, сделать спокол. Чем больше слов ты повезаешь, тем меньше команды. Ну, что ж, выберем у нас три человека и можно сделать три команды, но это будет... Сейчас, подождите. Мне кажется, может быть лучше в одну. Да. Мы, на самом деле, чаще всего используем именно такой вариант. Ну, всем интересно повозиться совместно и постирать то, что написал любого человека. по... Ну, что ж, здесь задание очень простое. Добавьте изображение вашему самому любимому городу и подпишите его. Мы, кстати, не рассказали про инструменты. Давай вкратце расскажем. Значит, у нас есть указатели того, чтобы передвигать объекты. Два типа пера. Можно выбирать толщину, различные цвета. Это фломастер и маркер. есть пластик у нас для стирания, есть поиск изображений, да, вы уже воспользовались. Можно также здесь давать свое изображение с вашего компьютера. Ну, вот, чтобы найти изображение, можно я уже добавлю, чтобы найти изображение, ну, например, мой самый любимый город Санкт-Петербург, вы вводите Санкт-Петербург, и сервис поиска фотографий выводит вам достаточно хорошего качества фотографии по данной теме. Ну, например, вот мне нравится ночной город, одно нажатие на фотографию тут же переносит эту фотографию из поиска на лист. Ну, это неожиданно. Если это не та фотография, например, была совершена некая ошибка, вот кто-то уже быстренько подписывал, а это, наверное, я стираю чей-то. Возможно, давайте все-таки по поводу Санкт-Петербурга. Возможно, мы извиняемся, если мы стирли чей-то чей-то фотографию, давайте мы добавим еще сам все вот. Да, вот не украйся значит, да? Окей. Вот так сейчас еще парочку. Давайте изображение вашего именно города, как Рома, если не очень похоже. Нормально. Нормально? Окей. Ну и подписать. Можно подписать Ром, можно подписать текстом. Ну и здесь есть небольшой лайфхак, если для избежания неловкости, связанных с тем, что ученики могут, например, перекрывать надписи друг друга или, например, могут случайно стереть, как мы сегодня фотографии другого человека, то можно разделить поле для взаимодействия на секторах. Если, например, в группе у вас три человека, вы можете поделить на четыре части, ну или там на три части ваш лист и подписать имя каждого ребенка, который попал внутрь этой группы на этом секторе. Кроме того, учитель сам может перемещаться между группами и смотреть за ходом выполнения того или иного задания. Например, как справляется группа номер один, два или три с тем заданием, которое вы дали. Быстро они это делают или медленно они это делают, нужна ли им какая-то помощь, например. И, например, вот можно фотографии уже, там, например, собрать какой-то коллаж, их как-то вот редактировать уже в процессе. И получается такое общее пространство для взаимодействия не только учителя с теми, кто выходит к доске, но и любого участника данного занятия. очень. Ну, обычно мы с таким видом активности просто сделаем какие-то простые действия, то есть давать какие-то изображения или собрать какую-то фигуру из разрозненных изображений, что-то подписать, то есть здесь не нужно суперсложные, мне кажется, какие-то действия совершать, хотя если у вас ученики подготовлены, то почему? Не, почему? Если это будет, например, такой калаш-класс, если это, например, классный час, вполне себе, например, как мы провели то или иное мероприятие, например, совместное, каждый, естественно, фотографирует на свой мобильный телефон все, что с ним происходит, может быть, записывает видео, может быть, делает фотоснимки, каждый ребенок может зайти в общее пространство и дополнить калаш-класса. И такой калаш будет очень красиво смотреться на доске, и, например, если это какой-то, не знаю, день рождения класса или что-нибудь такое, то вполне себе возможно, что, ну, можно будет данное мероприятие таким образом отразить, собрать общую фотографию из десятка маленьких запечатленных моментов. на тимфон. Так. Кстати, вот смотрите, что то, чего не было раньше, да, то есть мы можем в режиме онлайн здесь редактировать текст. Раньше мы могли просто добавлять его либо удалять, здесь у нас теперь уже есть полный такой функционал работы с текстом в режиме онлайн. Это то, что вот смарт не стоит на месте, и в качестве бонуса я предлагаю посмотреть нескольких новых инструментов Smart Learning Suite Online и посмотреть, что же, какая же механика работы. Сейчас дадим возможность доправить последнюю фотографию Томска. Отлично. Спасибо вам огромное за то, что вы поделились своими любимыми городами. и мы сейчас... Мне тоже очень понравилось. Хороший, интересный. Согласен с участником. Заметьте, у нас три фотографии с участием воды. Возможно, наличие водоема влияет на города. О, тут еще и сознатель Курский. О, боже. Классно. Я предлагала просто необходимо закрыть занятие. Я хотела дождаться, пока коллаж будет абсолютно точно собран. Вот. И посмотреть несколько новинок, то, что новенького появилось. Ну что ж, все готовы выходить в занятия? Внесены ли последние изменения в ощущения города? Сверху вот так вот поставим. Ой, там еще что-то. А-а-а. А это в каком городе? Ну, видимо, в брюке. Ну что ж, мы выходим на занятия и возвращаемся в нашу библиотеку. Наше занятие, оно остается в библиотеке и, ну, конечно же, его можно использовать в новых раз, как те же самые презентации. Итак, что же новенького у нас появилось? Мы также с вами сначала пробежались немножечко по тому, что можно добавить к рогу, но не сказали о том, что видео YouTube также можно включать в наше занятие. Мы добавляем обычную белую страницу, чтобы нашу назвать. Здесь пишем название, ну, какой-то наш простой пробор. Водная занятия. А вот здесь, например, вместо названия мы напишем новые инструменты Smart. Ну, например, подпись нам не нужна. Название нужно нам для того, чтобы быстро найти из наших занятий самое необходимое. Итак, что же новенького и интересного появилось в онлайн версии? Ну, прежде всего, это достаточно интересное и увлекательное задание с карточкой. Оно же задание memory. То есть участникам необходимо найти две одинаковые карточки и выбрать их, ну, повернуть их одновременно. Механика игры абсолютно одинаковая. И вы можете использовать memory как с картинками, например, ну, я не знаю, два одинаковых фрукта, два одинаковых овощей, если это там, ну, я сейчас предполагаю, да, начальной школы, но также можно более серьезное, например, определение и его синоним, например, или на английском и на русском языке. Вот я попрошу, может быть, мы так сделаем, тут на английском напишем, ну, просто English, а здесь русский. Ну, и дальше можно, например, какое-нибудь слово на английском, сейчас, а здесь расшифровка. Ну, и таким образом детям необходимо будет найти и запомнили. О, еще паблики. Окей. Окей. Ого! Вот, можно сделать, например, английское слово, картинка, или картинка и описание на английском. Такое тоже возможно. Главное, что парень соединялась по определенному признаку, который был бы един для всех вариаций, чтобы признак был знак. После добавления контента мы заканчиваем создание и мы можем посмотреть, как получилась наша игра. как обычно, может быть, один игрок, может быть, два игрока. Например, в случае игры с одним игроком появляется зуб сейчас мы потише сделаем. И наши карточки. Есть это, сверху, это обложка. Ну, тут такая вот тема джунглей, а с обратной стороны карточек написаны на наши слова. А, там было что-то, я уже ярко кинет стопила. Ну, я не знаю. машина. Как только пара правильно выбирается, она уходит из наших карточек. То есть, она уже становится видна. Таким образом, если игра командная, ну, то есть, там, по одним командам, то в случае ошибки право хода переходит к следующему игроку. Ну, здесь такая вот очень веселая игра. Так, еще одна очень модная новинка. Возможно, кто-то из вас уже использовал тест с монстрами. Если вы использовали, напишите плюсик в нашем чате. К этому тесту с монстрами появилась модификация для тех, кто, вот Светлана использует, для тех, кто постарше. Здесь абсолютно упрощенная, ну, и не такая насыщенная цветом оболочка, которая при сохранении динамики игры, то есть, соревновательном компоненте, демонстрации прогресса и так далее, помогает сосредоточиться на содержании. Ну, например, выберем эту активность. Итак, здесь можно выбрать тип вопроса, это истинный или ложь, и вопрос с несколькими вариантами ответа. Ну, выберем, например, истинный или ложь. Окей. Ну, сейчас мы предложим вам простые-простые вопросы и попробуем потестировать, как работает это задание. Не надо, не надо. Какого цвета небо? Прекрасное задание. Да. А, нет, господи, небо синего цвета, у нас же правда или ложь? Да, все рядом. Небо красного цвета. Мы же показываем код игры, а не, ну, я уверена, что каждый из наших слушателей рекорд найдет, чем наполнить эти вопросы. Итак, ну, небо красного цвета, это ложь. Не забывать отмечать верные ответы для того, чтобы система могла адекватно оценить. Нужно необходимо нажать напротив правильного ответа на кружочек для того, чтобы этот ответ светился зеленым и рядом с ним появилась галочка. Так, у нас тут должна быть явно правда. Правда. У носорога четыре ноги. Ну, как-то меня прошлая игра так вдохновила, но... Да. Ну, и давайте выберем вопрос с несколькими вариантами ответа. Нет, сколько ног у паука. Вот это вопрос, между прочим, не самый простой. вопросом. Ну, ладно, остаемся. Да, пока что можно из вариантов сколько у нас четыре, начнем с шести. Три ноги бывает? Нет, явно нет, какое-то черное число. 8, 4, и 10. 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ног. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Правильно. Окей. Так, сколько ног у паука? Ответ всегда однозначный. Окей. Ну, и после того, как вы добавили все ответы, вы нажимаете закончить, и дальше вам предоставлено некоторое количество настроек. Во-первых, у вас есть быстрый просмотр ответов и вопросов. на ответы. Если вы видите, что какой-то вопрос по какой-то причине не вписывается в вашу концепцию или был лишним, его всегда можно удалить, нажав на побоиный петро рядом с этим вопросом. На корзину. Что еще? Можно установить случайный выбор, случайное появление вопросов. Сверху, да? У нас сейчас написано, что вопросы будут выявляться в случайном порядке. Это удобно в том случае, если вы повторялись, например, тесты, чтобы они у вас случайным образом были не в том же самом порядке, а, соответственно, роддомно появлялись. И также есть лимит по времени, можно его убрать, либо, соответственно, его задать, и определенное количество секунд на ответ. ответов. В случае, если нужно, чтобы команда давала быстрые и четкие ответы и не разводила, например, полемию, дискуссию, того или иного ответа. Быстро отвечали и уже потом только обсуждали все вопросы. Ну, замечу, что... Нажимаем финиш. Замечу, что этот тест на закрепление полученной информации, и поэтому у него есть ряд особенностей. Сейчас мы закончим наше редактирование нашего занятия и откроем его в смарт-ноутбук. У вас опять есть возможность доступа к этому занятию. Мы попросим вас прийти обратно или подключиться к занятию. Вот у нас уже 4 человека. Давайте посмотрим, подключены к занятию. Здорово. Вот. И после того, как мы прочитали, какие есть новые инструменты смарт, мы можем запустить уже первую активность. Ну, я предлагаю вам попробовать, да, можно начать. Ты хочешь, но иначе? Нет, на самом деле, давайте попробуем тест. Тест, а в самом штабе может быть. Да, ну, еще разочек, да, что этот тест исключительно для закрепления полученной знаний. В ходе опроса вам будет предложено ответить на вопрос. Если вы ошибаетесь, то этот вопрос придет вам снова и снова, пока вы не ответите на него правильно. Если команда отвечает быстро и правильно на все вопросы, то на доске, то есть на главном экране будет появляться прогресс, и эта команда будет продвигаться по игре быстрее и быстрее. Как только все команды, все участники одной команды завершат свой, ну, свои ответы на вопросы, то будет показано, что эта команда закончена. Ну, и таким образом вводится небольшой соревновательный компонент. У нас 4 студента, их можно разделить на 2 команды. Появляется возможность распределения по командам. Если вы видите, что в одной команде появились только, например, сильные ученики, а в другой только слабые, или, например, ну, какой-то у вас есть задумка, как разделить учеников, то вы можете самостоятельно перед началом задания всех учеников перемешать так, как необходимо. И сначала просто компьютер в случайном порядке распределяет все имена. Я надеюсь, наши участники не против, что я сейчас поменял местами. Ну, не знаю. Я просто продемонстрировал как раз то, что это все легко, да, просто так вот перемещается и сортирует ваш командовер. Кто-то хочет быть в одной команде, там, да, друзья отличные, соответственно, они могут это сделать и решать совместно. Да, ну, вот вы видите, у нас два круга. Я вас попрошу ответить на вопрос на вашем экране. Они должны уже появиться. Человек-паука. Это про количество много. Так, ну что ж, видите, да, кто отвечает, сразу видно, кто дал правильный ответ на вопрос. И виден прогресс. желтая команда, розовая команда, насколько быстро отвечают. И вот мы видим, что розовая команда закончила гораздо быстро, точнее, вся полностью закончила задание и получила свою заслуженную первую место. заслуженное первое место. Да. Ну, возможно, в желтой команде случилась потеря бойца, судя по всему. команда прошла. А, нет, 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 все, хорошо, хорошо, хорошо. Вот. После того, как мы порадовались тому, что закончилась наша игра, мы можем посмотреть все ответы. Да, здесь вот как раз пишет время, потраченное на тест, и что один ученик был, ну, ушел, он разъединился. Вот кластерию только покажем. Здесь мы можем посмотреть отдельно, как участники отвечали, какие есть правильные ответы, какие нет, и вот Team Scoreboard. Мне кажется, это как раз ответы на вопросы. Это общие результаты, а это результаты вопросов. То есть теперь учителю доступны общие ответы на вопросы. То есть уже можно конкретно разобрать, почему небо красное, почему именно этот ответ. Спросить у участников, почему они так выбрали, или иначе, почему это правильный ответ, как они обоснуют свой выбор, и так далее. И здесь можно посмотреть, сколько участников ответило так же, или кто сколько участников выбрало другой вариант ответа. Здесь учителю не видны ответы учеников, но обратите ваше внимание, сейчас на ваших телефонах видна полная обратная связь именно вашего выполнения этого задания. такие вроде бы простые в создании, но очень эффективные в исполнении есть инструменты и ресурсы для создания урока и объединения обыскных технологий с традиционными средствами обучения для того, чтобы внедрение IT уже переходило от подмены вверх-вверх-вверх до преобразования материалов. Да, и по крайней мере в таком простом тесте мне кажется очень здорово повторить какой-то материал совершенно наверное, то есть тут нет тревожности у учеников, что они сразу сейчас получат оценку и возможно плохую, если они что-то не знают, это именно такое закрепление материала. Ну что ж, мы постепенно завершаем наш вебинар и давайте мы соединим все эти против и за облачных технологий и вы для себя соответственно сделаете какие-то выводы, используете их или нет. Для начала начнем наверное с негатива, да, то есть понятно, что ну есть некоторое минусо, что необходимо дополнительно организовывать рабочее пространство и как-то вот его хорошо продумывать, подготовить как-то технику, понять, что у вас все хорошо работает, но я вам скажу честно, по-уфту даже, что когда вы это более-менее регулярно делаете, то с каждым разом будет все проще. Это как ездить на велосипеде. Чтобы научиться ездить на велосипеде, необходимо затратить какое-то время на то, чтобы понять, как он работает, как удерживать баланс, но после навыки не пропадают, остаются с человеком, но и тем более обработа с интерактивным оборудованием, она чаще всего связана с работой с компьютером, который уже знаком большему количеству учителей. В противовес к этому, и мы сейчас так вот облачко наше задвинем, и у нас появляется солнце, один из очень важных плюсов, что теперь не только вы являетесь дочкой информации, не только вы рассказываете про какое-то правильное решение, отлично каждый себя сделает это выбирать, но и также сами ученики могут с пользой этих технологий находить свои ответы на поставленные вопросы. Мне кажется, это очень здорово, это отбивает ученика какой-то свой собственный поисковый интерес, и они самостоятельно находят ответы на определенные задачи. Не забываем про психологию, про то, что нужно все-таки аж перестраиваться, это взаимосвязанные такие вещи, но одна, кстати, из методик, которая позволяет лучше себя чувствовать при ожидании чего-то неизвестного в будущем, хотя вы просто называете повизуализировать или просто представьте, как проходит ваш ролк. И человек так устроен, что когда он понимает, что его, скорее всего, ожидают то-то, то-то и то-то, тревожится, как обычно спадает, потому что его это страх перед неизвестностью, а если вы более-менее повизуализировали это, увидели себя в будущем, то воспринимать это будет гораздо проще. Какой-то аргумент за, что это все-таки формирование учеников некоторой ответственности, что они самостоятельно отвечают за результат, который получают, и так иначе формирование определенной осознанности взрослого, которая должна развиваться, и проектная деятельность в этом плане и технология этому способствует. Конечно, по данным с некоторым дополнительным вложением ресурсов, может быть, не только временные, но и где-то финансовые необязательно, да, то есть это как возможный вариант, потому что вы используете различные технологии, мне педагоги в одной школе говорили, что они за свои деньги прокладывали интернет, поэтому я думаю, что это не единственный случай, но тем не менее, любые какие-то преимущества, которые получаются, за них стоит заплатить некоторым или временем, или определенным ресурсом, поэтому, конечно, подготовиться, быть к этому, подойти к этому силами, так скажем, и понять, что у нас там солнышко. Солнышко. Конечно, это все влияет на увлечение вращающихся, мы с вами увидели, что есть множество различных инструментов интерактивных, это и гимнифицированные различные инструменты, и для так называемой конкурации, взаимодействия участников во время обучения, все это сделано для увлечения дополнительного, потому что ученики и, в принципе, все люди современные, они находятся в очень большом информационном некотором поле, реклама вокруг нас, и сделать так, чтобы уроки были им интересными, как их завлечь, это довольно непростая история, и вот эти технологии, наносит, по-многому сделаны для того, чтобы повышать эффективность вашего обучения, дополнительно увлекать аудиторию в материал, который вы преподаете. Ну и совсем уже под конец, в завершении, мы не обходимся без домашнего задания. Для начала происходит первый этап, зарегистрировались, на новый сервис SmartExchange онлайн, ссылочку мы вам скинули. Кстати, другой сервис SmartExchange, мы вам говорили про него, где хранятся различные базы уроков, они между собой взаимосвязаны. И, допустим, на SmartExchange вы можете интегрировать в свой собственный личный кабинет определенные уроки и как-то их модернизировать и видеть. Поэтому в этом плане тоже такая хорошая преимущество. Попробуйте преобразовать уроки из PowerPoint, добавить различные активности, SmartLab, Response, инструмент для голосования в данную презентацию. Ну и преобразуйте сами слайды статичные, которые изначально у вас есть, в два вида активности, это Handout и Workspace Activity. Немножко на раму скочили. Вот, такое непростое задание, попробуйте его сделать, в любом случае любая практическая активность усиливает ваши навыки, поэтому уверен, что это вам будет полезно и актуально для нас. Ну что ж, на этой позитивной давайте посмотрим. Если у вас есть вопросы, вы можете их написать в нашем чате. Мы с радостью на них ответим. Благодарим вас за ваше внимание и за то, что вы сегодня были с нами. И мы с вами прощаемся до следующего нажимаем. Будьте такими же активными, с вами приятно было взаимодействовать. Несмотря на то, что мы вас не видим, слышим и, точнее, наблюдаем вашу обратную связь, поэтому спасибо вам большое за это. До встречи на следующем вебинаре. Он будет посвящен нас гимификации, какие есть элементы игры, которые мы можем принести в образование, чтобы также создать некоторые дополнительные движения, вывести мотивацию, но об этом более подробно уже на следующем подробно.